Добрый день! Мы находимся в студии передачи Digitarg. Согласно результатам недавно опубликованного общеевропейского исследования Kids Online, каждый четвертый ребенок в Эстонии сталкивается с травлей. И сегодня мы обсудим эту тему с Викторией, учителем из Тартовской гимназии имени Яна Поско и Ириной Кузиной, волонтером проекта «Будь смелым». Как вы думаете, почему важно говорить о травле в школе, о травле в киберпространстве и какой след это может оставить в жизни ребенка? Я думаю, что на психологическое насилие в любом виде нужно обращать внимание, и обращать на него внимание должны все, и учителя, и школьные психологи, и родители, потому что если на это не отреагировать вовремя и не отреагировать адекватно, то это может привести, к сожалению, к плачевным последствиям и к случаям, где уже ничего нельзя вернуть. Я сейчас имею в виду и душевное расстройство, и суицид. Но мне кажется, что насилие именно в виртуальном мире, оно ужаснее, чем в реальной жизни, потому что в интернете очень сложно что-то отследить. Как вы думаете, что можно сделать для того, чтобы травли в киберпространстве стало бы меньше? Я могу сказать, как учитель, обязательно на развивающих беседах и с учениками, и с родителями обращать внимание на то, вообще, сколько времени ребенок находится в виртуальном мире. И если это развивающая беседа учителя и родителя, то, конечно же, необходимо задавать вопросы, знаете ли вы, с кем общается ваш ребенок в интернете, в каких чатах он общается, какие он использует соцсети. Потому что очень часто, когда ты начинаешь эти вопросы родителям задавать, то они не могут ответить. Они не то что не думают об этом, а интернет стал такой обыденностью, и стало такой нормой, что ребенок находится там. И это не потому, что они не любят своего ребенка, а потому что действительно они не задумываются об этом. И мне кажется, что и школьные психологи, и учителя обязательно должны обращать на это внимание родителей. И еще, мне кажется, очень важный момент. Школа и учителя, и школьные психологи обязательно должны распространять информацию о том, что делать, если вдруг, не дай бог, с вашим ребенком это случилось. Потому что, мне кажется, на сегодняшний день очень немногие родители знают номера телефонов, по которым можно обратиться, имена людей, и кто решает эти вопросы. Поэтому мне кажется, что здесь главное оружие — это информация. Кто знает об этом больше, тот находится, так сказать, в зоне меньшего риска. Хочу поддержать Викторию, потому что своим проектом «Будь смелым», которым Телия занимается уже три года, в первую очередь мы ставили задачу именно информирования. Потому что нет информации, нет действия. Сейчас мы, когда проводим после каждого проекта какой-то свой опрос и исследование, видим, что осознанность и информированность людей растет. Причем мы спрашиваем как детей, так и взрослых, людей разных возрастных категорий. И на самом деле очень радует то, что эстонские дети, дети, живущие в Эстонии, они очень осознанно подходят к тому, что они делают в интернете. И как раз-таки сильно удивляются, что их родители не очень этим интересуются и зачастую не знают, что и как там происходит, и не задают об этом вопросов. Кстати говоря, согласно данным этого исследования, выяснилось, что за последние семь лет количество случаев с травли в эстонских школах потихонечку начало снижаться. Чего не скажешь о русских школах или школах с русским языком обучения. Как ты считаешь, почему сложилась такая ситуация? Там немножечко не про школу, а про кибер-пространство было. И это действительно так, что русские дети, очень часто речь идет об онлайн-играх, где они формируют какие-то виртуальные команды с людьми, которых они, возможно, никогда в жизни не видели. И в эти команды собираются люди со всего света. Возможно, у русских детей этот спектр общения намного шире. И поэтому приходят и те люди, которые не живут в Эстонии, которые живут в другом культурном пространстве, в другом социальном пространстве. И поэтому имеют другой тот самый уровень информированности и тот самый другой уровень культуры общения в интернете, о котором мы в своей компании говорим. Потому что мы хотим обратить внимание не только на жертв кибертравли, но и обратить внимание общества на необходимость формирования правил общения в интернете. Как Виктория правильно сказала, это такая обыденность, что мы об этом просто не задумываемся. И не задумываемся о том, что у детей почему-то, даже у взрослых, у многих, почему-то складывается ощущение, что реальная жизнь — это одно, а интернет — это другое. Там я могу себе позволить гораздо больше. Вот, вероятно, расслоение понимания того, что такое интернет и как в нем действовать, в разных культурных пространствах разное. Еще один интересный результат этого исследования был о том, что больше всего подвергаются травле дети в возрасте 11-12 лет. Почему именно этот возраст, как вы думаете? Мне кажется, этот 11-12 лет — это именно тот возраст, когда дети наиболее свободно начинают входить в интернет. То есть если до этого в силу возраста родители еще немножечко как-то ограничивают это, то это как раз тот возраст, когда, может быть, родители считают, что дети уже выросли, и можно им разрешить все, и немножечко больше, и они ощущают вот эту вот дозволенность. Потому что чем старше они становятся, как я уже сказала, опять-таки интернет уже становится каким-то обычным делом. И 11-12 лет — как раз такое становление себя, нахождение себя, такой всплеск какого-то внутреннего мира. И мне кажется, что вот этот всплеск находит отражение именно в этих всех агрессивных играх, в каком-то активном общении между собой, нахождение себя в группе одноклассников. И в немалой степени это, конечно, происходит в чатах, в соцсетях, на форумах. Потому что чем старше они становятся, это как-то уже идет на убыль, и вот эта эмоциональность, импульсивность немножечко с возрастом снижается. Что Вы посоветуете учителям или родителям, как поддержать своих детей, чтобы они подвергались травле, буллингу как можно меньше? Я думаю, что в первую очередь самих родителей нужно как-то поддержать и научить их, возможно, вовремя распознавать это. Потому что сейчас очень распространено вот этот термин «депрессия». Мой ребенок находится в депрессии. Но на самом деле мы очень мало вникаем, из-за чего это, от чего это. И мне кажется, что надо научить в первую очередь родителей это как-то распознавать. Во-первых, ну, хочу сказать, что проконтролировать это сложно. Мы можем это ограничить, но мы же все знаем, что ограничение и контроль — это две разные вещи. Я думаю, что уже давным-давно в школе мог бы появиться такой специальный курс или предмет как интернет-этика, о которой уже сказано было, чтобы научить детей вести себя адекватно в виртуальном мире, что нельзя распространять фотографии, особенно чужие, если люди с этим не согласны. Вот это этика общения в виртуальном мире. И что делать, если вдруг с тобой такая история случилась, как на это реагировать, что не вступать в диалоги, заблокировать, жаловаться администраторам, чтобы они понимали, что на это надо обращать внимание? Я сейчас хочу затронуть немножко такую тему, что в процессе буллинга участвуют как минимум три стороны. И мы акцентируем особое внимание на жертве травли. На самом деле жертвами являются все эти три стороны. То есть и тот человек, который травит, или та группа людей, которые травит, особенно если мы говорим не о преступниках, которые сидят в тюрьме, мы говорим о детях 10, 11, 12 лет. Они требуют такого же точно внимания, как и жертва вот этого процесса. Не надо начинать сразу с обвинений, нужно попытаться понять, что происходит. И еще одна группа, которая еще более многочисленная, а от этого круги по воде расходятся еще больше, это те, кто являются свидетелями того, что происходит, но не принимают ни одну, ни другую сторону. Что не означает, что мысленно они не ведут с собой диалога и не переживают за все происходящее, потому что эти же дети видят своих же товарищей, своих друзей, одного в роли обидчика, другого в роли обиженного, и что-то для себя должны решить. И то, что они решают, вмешаться или не вмешаться, что они по этому поводу думают, тоже оказывают влияние на формирование их как личности. Поэтому я бы сказала, что и родителям, и взрослым нужно почаще поднимать хотя бы эту тему в разговоре со своим ребенком. Задавать вопросы, а что ты думаешь по этому поводу? Поводом может стать что угодно. От сюжета по новостям до сюжета, прочитанного в какой-то книжке, просто выводить постепенно на разговор, чтобы хотя бы слышать, что твой ребенок думает по этому поводу, с чем твой ребенок сталкивался, возможно, он откроется, расскажет какую-то свою ситуацию. Нельзя оставаться вне этого, нужно попытаться вникнуть и почаще об этом говорить, почаще транслировать какое-то свое мнение и обязательно выслушивать его мнение. В рамках компании Телия «Будь смелым» можно ли где-то получить дополнительную информацию по поводу травли и буллинга? Да, конечно. На сайте будьсмелым.ее, смелым через и, можно найти советы, разделенные на три категории – для учителя, для родителя и для ребенка. Кроме того, мне бы хотелось отдельно сказать о том, что специалисты Ластаби, помощи детям, оказывают в том числе и анонимные консультации. Если вы оказались свидетелем какого-то процесса, куда не решаетесь вмешаться, всегда можно зайти на этот же сайт, откроется окошко чата, можно задать свой вопрос, специалисты ответят на него. И если посчитают, что ситуация приняла какой-то критический характер, они помогут действовать дальше, возможно, даже связаться с веб-констеблем. Поэтому будьсмелым.ее. Ирина, Виктория, большое спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. И до скорых встреч в новых выпусках передачи «Дигитарк». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok